Сейчас идем к Саше, который живет 7 лет здесь, в Испании. Он парикмахер, у него свои клиенты, свой небольшой бизнес. Пообщаемся с ним, узнаем как, что, как он здесь зарабатывает. Узнаем о плюсах, узнаем о минусах. Как раз вот здесь он живет. Кстати, здесь очень классный вид открывается. Такая вот малага из квартира, которую он арендует. Как раз узнает, какая цена. Или как можно приехать вообще. Так, мы на месте. Отвосим Сашу, надеюсь, он нам поможет. Сделаем хороший ролик. Меня зовут Александр. Аисан, сколько здесь по времени вы находитесь? Я живу здесь 7 лет. Что это такое? Где мы находимся? Тормалинс, курортный город на побережье Коста-дель-Соль. Сейчас это очень популярное место, потому что здесь, в отличие от Малаги, несмотря на то, что она очень близко, здесь хорошие пляжи. Хорошие пляжи здесь еще в соседнем Пуэбло, в Бен-Аль-Мадене. И даже сами жители Малаги ездят сюда, чтобы отдохнуть. Ты приехал из Питера, из Петерзаводска. Из Петербурга. А почему выбрал именно Испанию? Чем понравилось это? Так получилось, на самом деле, по обстоятельствам. Но немаловажную роль сыграло то, что мне рассказали о том, что здесь можно остаться без документов, без разрешений, без всего просто приехать и остаться. Так я и сделал. Ну и получилось именно по-вот? Да, получилось. Полиция, в принципе, особо не отлавливает никого. А если бы отлавливала, у Испании нет денег на депортацию. Поэтому они штраф наложат по суду. Выплатишь, останешься дальше жить. То есть, таким образом, возможно получить и вид на жительство? Нужно прожить три года, потом подать документы на легализацию. Для этого требуется контракт на работу. Предконтракт, даже предконтракт. Не то, чтобы контракт, но предконтракт. Это то, что делается не более 12 месяцев? Да, заключается. Нужно найти предпринимателя, который заинтересован в тебе. Нужно ему доказать, что нет испанцев, претендующих на эту должность. И, соответственно, да. Но это непросто. Конечно. Понятно. А вот тут по поводу цен на жилье. Какие тут цены? Вообще, ты где жилоскоп, за сколько снимал? Цены на жилье самые разные. Но сейчас меньше, при последнем подъеме, меньше 300-350. Вообще найти за студию что-то сложно. 350 метров? Соответственно, больше комнат, подороже. Но студии, в принципе, дорого стоят сейчас. Понятно. И зависит от районов, наверное. От районов? Да, конечно. От районов, если чем дальше от моря, конечно, можно найти и подешевле. Чем меньше коммуникации и все такое. Да. Пожалуй, что-то понятно. Узких могут здесь? Достаточно. Но конкретно Малага Тармалинас больше выходцев из Украины, чем из России. Российские граждане предпочитают Марбею, предпочитают Аликанте, Барселону, Мадрид. Свой бизнес, конечно, можно организовать, но с их системой бюрократии это очень сложно. Много документов. Зачастую можно нарваться на тех, кто помогает, кто может обмануть. Кому, в принципе, дела нет, лишь бы денег получить. Ну, в общем, я, вот как видишь, до сих пор ничего не организовал. Работаю сам на дому у себя. Но хватает, да? Понятно. Хватает, 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 но хотелось бы лучше. Понятно, но плюсы есть ли какие-то вообще в жизни из Испании, в отличие от России? Да, конечно, свобода. То есть здесь можно делать? Прессинга нет вот этого, нет приумухливых лиц. А психологически гораздо легче. Но испанцы, они такие дружелюбные, да? Очень, очень. Незнакомые люди в подъезде поздороваются. Ты его впервые видишь на улице, идешь, с тобой поздороваются. Ула! И, соответственно, в ответ ему тоже привет. Да, а вот из минусов, что бы, допустим, выделил? То есть то, что тебе не нравится в Испании? Из минусов? Да для меня любая бюрократия, любое столкновение с официальными инстанциями – это всегда, конечно, минус. Я даже не знаю, я, собственно, на минусах особо не зацикливаюсь, стараюсь видеть только хорошее. Хорошего здесь больше? Хорошего было. Понятно. Я знаю, что здесь у тебя была трудность с пересылкой от мамы посылочки. Посылок – это, опять же, бюрократия, это пограничные эти всякие законы. Они выборочно проверяют посылки и требуют точного описания, точной стоимости. Если ты не можешь это предоставить, они считают, что посылка из страны третьего мира. Россия для них третий мир. Требуют вложения мощных, которые достаточно высока. То есть я знаю, что тебе пришла посылка и посчитали, что вы нужно было ее отправить обратно? Да, я посчитал, что гораздо дешевле ее отправить обратно, чтобы мне кто-то потом с окази это все привез. Благо люди приезжают в гости, приезжают родственники. А вот цены на продукты? Да, продукты хорошие цены, так как я питаюсь в основном экологической продукцией. Для меня очень хорошо покупать здесь фрукты, овощи в специализированных лавках небольших, которых здесь очень много. Свежие продукты. Всегда есть выбор таких продуктов, даже которых я и не знал-то раньше. Да даже некоторые не пробовал. Такая экзотика бывает, что интересно. И, кстати, одна знакомая с датчиком с определенным проверила нитраты, проверила даже ниже норм нитраты. Это я уж думал, что они тут выращиваются на нитратах, потому что земля тут не особо плодородная, камни. Но все оказалось очень экологически чисто. Так что фрукты, в общем, моя основная еда. Они очень хорошего качества. Это один из плюсов, да? Очень. И гораздо дешевле. Гораздо дешевле. Практически круглый год есть что клубника, что манго, что ананасы, что... Да любой. Яблоки, груши я уже не говорю. Это все очень вкусно. Когда легализовываешься, то есть здесь требования, что нужно находиться в этой стране и в других странах? Без выезда три года минимум. И ты должен подтвердить пребывание всякими чеками. Идешь в поликлинику, нужно взять какую-нибудь справку, что ты был в поликлинике. То есть сохранять все вот эти, где написано, что твое имя, фамилия, эти документы идут в подтверждение твоего пребывания. Это потом рассматривается, это все скрупулезно подбираешь. Тут климат как, в отличие от питерского? Февраль. Сейчас холодно, февраль. Февраль. Очень холодно, холодно. Февральские морозы. И последний вопрос. Что хотел бы пожелать тем, кто планирует перебраться в Испанию, здесь как-то закрепиться, жить, получить гражданство? Иметь специальность. Но иметь специальность, которая будет желательно, чтобы руки кормили. Прикладная. Что-то делать руками. Потому что на должности врач, инженер, это невозможно устроиться. Это испанцы. Это испанцы. Это замучаешься с подтверждением диплома сначала, а потом, в первую очередь, испанцы. Если ты был врачом, хирургом, ты можешь рассчитывать на должность медсестры. То есть, если умеешь работать руками, то здесь тебя прокормишь. Да. Итак, друзья, подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Привет вам из холодных февраль месяцев Испании.